Продолжаем съемку ведь сюжета про празднование православной Пасхи в Америке. Осет уже практически готов. Сейчас первым счастливчикам предстоит попробовать и снять пробу. Как получилось? Американская осетрина. Американская осетрина. Слушай, она подгорает тебе, по-моему, мне кажется. Переверни ее, а. Ну там ей все, мы уже не надо, мы ее снимаем. Снимаем уже, да? Там панцирь все равно не едят. Ну панцирь не едят, но какую-то часть. Она как на тарелке получится. Так, 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 так. Так, о, во, красота. Ира у нас была на шеф-повар сегодня. По сетрине. По сетрине, да. Ну, надо пробу снять. Дайте вилочку самому главному профессиональному обжоре снять пробу. Я скажу нашим пользователям и подписчикам, и зрителям канала. Ну, давай, я все целую могу. Зиня оставлю кусочек, да. Я последнюю сетрину ел. Тебе вот половину или вообще все? А ты можешь все дать, да? Не жалко? Ну, не, мне не жалко, я не знаю, там, может... Ну, может половину, нет, ну, как... Давай половину. Я понимаю, людей много, живащих много. Да, давай. Я не жадничаю. Вряд ли. Половинку давайте, половинку. А последний раз я ел в Москве сетрину. Пока товарищ Путин не сказал, что сетрина вредна для здоровья россиян. Вот, последний раз я ел сетрину тогда. Потом сразу во всех этих вот шашлычных и азербайджанских кафешках осетрину прекратили подавать. Вот. А вот тут она, американщика. Давай, я с моего заоценим. Вот. Интересно, что же это вот у нас такое? Так. Осетрина бывает только первой свежести. Она же последняя. Вот это та самая осетрина, которая первой свежести. Оставайтесь с нами на канале и следите за развитым сюжетом.